Ребята, всем привет! Вы на канале Семья на чемоданах. Меня зовут Славян, вот мой инстаграм, подписывайся. Сегодня мы в полном составе находимся в станице Благовещенская. Я хочу вам показать здесь такой центральный переулок, который наполнен жизнью. Здесь есть все магазины. Возможно, многие из вас, коли вы смотрите данный видеоролик, выберут именно эту станицу для своего проведения отпуска. Заодно все посмотрите. Также здесь есть косая, называется она Бугасская косая. На ней очень много людей предпочитают отдыхать дикарями, палаточным отдыхом. Но на въезде в эту станицу стоит табличка, что, мол, заезд туда запрещен. Местные сказали, что там степ-блоки, поэтому мы хотим туда тоже сегодня вместе с вами доехать и показать там обстановку. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки данному видеоролику, делайте репосты в свои социальные сети и поддерживайте видео своими комментариями. Не буду затягивать, давайте начинать. Итак, мы находимся сейчас как раз на этой улочке. Смотрите, здесь есть такой ресторан в греческом стиле сделан. Одиссей, это все по анапской такой теме. Анапа, Витязева, все как будто попал в маленькую Грецию, особенно Витязева. Здесь есть мини-маркет. В этой станице есть даже пятерочка. Я вчера ее разведал, достаточно большой магазин дельный. Это, кстати, мы вот так припарковались. И вот она табличка, смотрите, переулок пограничный. Вот это какой, ну центральный он такой, больше всего насыщен всякими туристическими палатками. Улица Черноморская и Бугасская коса направо. Мы тоже сейчас туда доедем, все покажу, какой подъезд. Поднимемся с вами на дроне, посмотрим все это дело с высоты, как это все выглядит. Я думаю, что должно быть все очень интересно. Пойдем быстрее, перейдем дорогу. Вот она улочка туда уходит. Дай руку мне, пожалуйста. И вот она туристическая, так сказать, пароход, где куча всяких надуваж, очочков. Так, Темка пошел что-то выбирать. В общем, парни себе выбрали надуважки для моря, поливайки. Вот, сейчас пойдем, море будет поливаться. Здесь много всяких, видите, короче, туристических таких шутковин. И вот про что я вам говорил. Здесь есть магазин «Пятерка», там же есть банкомат Сбербанка. Дальше, смотрите, есть аптека, кому нужна, не дай бог, конечно. Но знаете, что находится, вот напротив «Пятерки». Есть продукты, еще один магазинчик и всякие. И вот вина, дегустация вин, кто любит вино, тоже велкам. Дальше, значит, ну одежда, да, тоже, кому интересно. Смотрите, есть книги, констовары и даже есть меха из Пятигорска. Пора брать все по 35 рублей. Мне прям напомнило, напомнило, господи, это фикс прайс. Когда раньше у них было все по 35. Так, есть такая палатка овощи, фрукты, но, к сожалению, без ценников. Так, есть полотенца, игрушки, мягкие мячики. В общем, все, как обычно, в традиционном туристическом стиле. Что-то даже еще, видите, закрыто. Сувениры, пиво на разлив, еще одна аптека. Чуть дальше есть пекарня. Так, вот тапочки, футболки. Вот, ну, собственно, тут вот я хотел вам показать эту улочку, чтобы вы знали, что вот на этой улочке можно купить всякое вот такое туристическое барахло. А здесь, кстати, зоомагазин. Вот кому нужно. Если кто-то с животными приехал отдыхать, то это тоже здесь. Так. И пекарня, вот. А еще здесь есть... Вон, голубенькая вывеска. Это магазин свежей рыбы. Также здесь есть столовая. Вот она, столовая, пиццерия. Можно, кстати, здесь зайти покушать. Наверное, мы сегодня именно так и сделаем, потому что совсем неохота готовить. А дальше, вы спросите, наверное, о море-то где? Ребята, до моря здесь идти проблематично. Лучше ездить, наверное, на машине. Мы сейчас так и сделаем. Вон вдалеке едет машина. Вот именно так, потому что здесь лиман, а за лиманом уже только море. Так, вот даже есть суши-роллы, но они пока что-то как-то не открылись. Вот, собственно, и все. А дальше давайте мы с вами прокатимся на машине. Ребята, если вы смотрите эти выпуски, до сих пор думаете, куда поехать вам в Сочи? Крым, например, если выбираете два направления, то у нас есть два авторских гайда, которые мы написали собственноручно, проверили все маршруты, все локации, все разведали, советы, лайфхаки, все там есть. Ссылочки оставляю в описании под этим видеороликом. И тот, и тот гайд стоит по 490 рублей. Чтобы его приобрести, нужно просто написать либо мне в Инстаграм, либо Настеньке в Инстаграм в Директ. Поехали. Ну и смотрите, если вы идете пешком, вот оттуда вы пойдете, и вам дальше нужно будет вот так вот идти вдоль лимана. Это на море идет? Да. Вот, идти, ну, достаточно далековато. Поэтому лучше, конечно, всего и удобнее на своей машине вот так вот перебираться. Либо там, если у вас есть велосипед, то на велосипеде. Это так называемый центральный пляж. Мы сейчас тоже туда зайдем. Я вам покажу. И так, и с высоты. Здесь можно где-то парковаться. Да, здесь видите, сразу такие вот туристические палаточки. Трык-тык-тык-тык-тык. И вот он заезд на парковку. Блин, я не ходю туда, там грязь. Не хочу я пачкать тачку. Так, ладно, сейчас мы разберемся, где остановиться. В общем, мы вот так вот припарковались здесь. Там просто есть, видимо, платная парковка. Сейчас поближе подъем. И бесплатная. Но на ней ужасная грязь. Я просто даже не захотел туда заезжать. Ну нафиг. Только помыл машину. Так, ну все, сейчас двигаемся уже к пляжу. Вот тут, значит, очередная палатка с овощами, с фруктами. Но ценников нигде нету. Это есть от пиццы типа хачапури 350, маргариты 450. Да, ценники космос. А вообще, вот меня лично весит, когда вы вот идете, и у вас вот есть палатка вот эта, да, например, с овощами. И нет цен. То есть вас просто считывают. Так, у него есть денег. На тебе помидоры по 300. А у кого нет, на тебе по 100. Очень удобно. И как вы считаете, в комментах напишите. Будет еще такой типа, видимо, должен был рынок быть, но его пока не открыли. И вот он пошел, видите. Начинается, значит, вот такой вот проход к пляжу. Смотрите, завозят квадроциклы. Мы вообще любим эту тему в Анапе. И в принципе, всем рекомендуем. Если вы приезжаете, то покатайте здесь вот эти дюны песчаные, как пустынем просто ты катаешь. А сюда вот можно смело, получается, заехать на вот эту парковку. Единственное, что сейчас ребята что-то реставрируют. Скорее всего, она тоже будет платная. Но опять-таки, платить вот за вот такую тему, ну, мне кажется, не совсем правильно. Вот. И называется это Благо. Пляж Благо. В общем, вот такая вот парковка. Вход на пляж Благо. И сразу на выходе вот такая вот помойка, куда люди в наглую идут вот эти и прям складывают в пакет. Благо, неужели тяжело донести до нормальной мусорки, если вытащите мусор? Ладно, не будем о грустном, просто никогда так не делайте. Ну что, вот мы заходим с вами. Пляж Благо. Вообще по карте называется как-то по-другому. Ну ладно, пусть будет такое название. Заезжают сюда, видите, машины. Сразу встречают туристические палатки. Но это, видите, они еще не открыты. Здесь, наверное, какой-то будет чай-кофе. Хотя, возможно, все надувашками сделают. Сразу сделали настил, что очень-очень хорошо. Да, широченная береговая линия. Класс. Ну и, конечно, самое главное, что это вот такие пески. Бесконечные, ребята, пески. Не переключайтесь, мы обязательно с вами сейчас поднимемся на дроне, посмотрим всю эту красоту с высоты, как это смотрится с высоты птичьего полета, с высоты чайки. А дикий пляж вон там, на закрытой базе, посмотрите тоже в выпусках. Я его показывал вам. Вон там еще полчаса заход, там тоже вот такие вот беседочки. Волейбольная площадка, куча лежаков, переодевалки, тентовые навесы. Ну, собственно, все как обычно, да? Еще нового, люди сразу тормозятся, видимо, переодеваются. Но море сегодня, конечно, штормит, потому что сильный ветер, я думаю, по микрофону задувания вы слышите. Посмотрим, как справится с этим ветром дрон. Сразу есть табличка, платный навес и прокат лежаков. Сейчас покажу вам ценник. До ухода, до ухода 200 рублей. Вот, смотрите, на весь день 300. Да, вот такой вот платный. Ну, как вы видите, никто тут не тусуется. Все пусто и свободно. Хотя вот такая вот атмосфера. Пойдемте. Да, людей много. Ничего себе. А вот что дальше, проехать вправо, в ту сторону, там вообще людей не будет. Видите, как? Здесь такой, кстати, ракучный еще пляж в перемешку с песком. А море-то цветет. Людей в море достаточно. Видите, волна была сильная, разбивала берег. Детвора вообще прям в отраслях. У-у-у! Как много людей! Вообще! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вот такой вот пляж. Как вам обстановка? Пишите в комментариях, как вам в целом пляж. А сейчас давайте с вами переместимся на Бугасскую косу, посмотрим там обстановку. Так, ребят, смотрите, вот мы оттуда приехали. Дальше начинается, значит, вот такая вот дорога. Сейчас, короче, вся тачка будет у нас пыльная. Ну ладно. Здесь Лиман. Здесь полно скайсерферов. Кто в теме, тот знает. Здесь прям циклон идет, ветер, и все. Сразу, значит, можно дергать сюда, катать. Смотрите, здесь табличка. Внимание, въезд на Бугасскую косу запрещен. Проход свободный. Так, ну, попробуем заехать. Учитывая, что это как бы не совсем еще коса, потому что там же и жилые домики есть. Видимо, прям вот прям на саму косу заезжать, конечно, нельзя. Ну вот, стоят машины, наверное, здесь все бросают. Да нет, там же вон еще дома даже есть. Жилые. Это не сама еще коса просто. В общем, это вторая такая предупредительная табличка. Одна в самом начале в Благовещенке стоит, вторая вот здесь. Ну да, сюда-то еще можно ехать однозначно, потому что даже вот висит знак, что стоянка запрещена. Здесь, смотрите, полно всяких гостевых домиков. Они, получается, прям напротив лимана находятся. Вот, видите? И дальше такое, оп, смотрите. Одна сторона, вторая сторона. Так, сейчас посмотрим, куда нас это все дело приведет. В общем, ребята, доехали мы до Блоков. Там смысл в чем-то, что все территории поделены. Перед заездом на эту косу стоят блоки. Написана табличка «Трансфер». Хрен его знает. Вообще, законно там все разделено. Незаконно. Но если там есть какой-то трансфер, видимо, значит, есть какие-то там кемпинги, которые все это и организовали. Кто в курсе в плане законства, напишите в комментариях. Также парковка там вся разделена. И стоит 300 рублей. Мы просто здесь вот доехали, оставили в самом начале машину и будем двигаться сейчас пешком. Идти буквально метров 200 до входа на эту косу. Ну и дальше уже я вам покажу там, что и как. Вот, смотрите, здесь есть автокемпинг. Вот ценники. Пойдемте, сейчас туда пройдемся. Вот тут уже метров через 50 тупики въезд на эту косу. Вот здесь, смотрите, такая огромная-огромная парковка. Она еще вообще не заполнена. Вон только машины позади меня. И, как я понял, что здесь, видимо, есть какая-то территория кемпинга. Здесь и устанавливают палатки. Ну вот, видите, да, беседки такие есть. То есть, как я понял, что здесь можно и палатку рядышком поставить. Но по цене, да, вот вы сами все видели. Посмотрим, какой тут пляж. Ребята, если сильно задувает ветер, извиняйте. Стоит максимальная ветрозащита. Но порывы ветра сегодня, блин, сильные. Прям очень. Вот, смотрите, вот такие есть домики. Прикольные, слушайте, вот так вот. Жить в таких домах. Крыша у них такая с чалаут-зоной. Прикольно. А, ну, палаточки вот пока закрыты. Бунгалы. Вот душевые кабинки есть. Так, уважаемые отдыхающиеся, территория пляжа, разведения, костров, установка мангалов и палаток запрещена. Так, окей. А где тогда разрешена? Наверное, где-то в той стороне. Видите, сколько много беседок, всяких разных настил есть. Вот здесь, вот видите, уже малолюдно. Вход на пляж свободный. То есть, вот так можете подъехать, припарковаться, например, как мы, и спокойненько дойти. Вот, сами сравните, да? Тот пляж, на котором мы были, так сказать, центральный, и вот этот пляж, на котором вообще вот прям, можно сказать, малолюдно. Мусорки есть, а на том пляже вообще ничего нет. Вы сами видели. Вот как-то так все это выглядит. Такие лежаки. Вообще здесь, по идее, должны еще быть 5-ки матрасы, но их нет. Пока все вот так собрано. Морюшко штормит. И я вот сейчас пойду, и вы сами увидите, что здесь море чище, чем буквально, сколько мы проехали, там, ну, километра, два, наверное. Здесь уже нет водорослей. Видите? Здесь уже интересный даже песочек. Вот так вот. Водоросли они вон там все вдалеке встали. Поэтому здесь уже купаться гораздо... Ну, кайфове 100%. Детвора купаются, люди купаются. Видите, все заходят. Так, ну и, собственно, вот про что я вам говорил. Вот здесь все-таки парковки. Видите, все вот так вот цепями и цепями. Что-то стоянка для пансионата. Зенит, это, видимо, для вот этого вот. И вот они уже пошли в блоки. Стоит хирпич. Внимание, въезд на булгасскую косу запрещен. А проход свободный. Так, давай перешагнем. Ну, по крайней мере, спасибо хоть. Проход, да, свободный. И вот у них есть, вот, видите, такой трансфер по косе. Вот так вот. Здесь даже так шлагбаум, типа, стоит. И дальше вот начинается кемпинг. Как это называется? Непонятно. Сейчас посмотрим. Но смысл в том, что мы в том году, по-моему, мы тоже хотели сюда, или позапрошлым году мы сюда хотели заехать, остановиться. Но нас не устроило то, что машину надо где-то бросать на платной парковке. За машину там заплати. Без машины идешь в кемпинг. Но как-то, я не знаю. Как вам? В комментариях пишите свое мнение. По мне, так палаточный отдых, он должен быть, либо, ну, окей, дикий. Где-то в диком месте, где вы вообще добираетесь своим ходом, да, туда. Только с палаткой, с туристическим рюкзаком. Либо, когда вы подъезжаете куда-то на машине, у вас рядом машина. Соответственно, вы можете зарядить свое устройство. Ну, это по мне так. Так, ладно. Дальше вот, смотрите, берегите. Природный заповедник. Бугасская коса. Вот. Мусорную свалку. Да, это обязательно, конечно, соблюдайте. Ну, вот, значит, мы попадаем. В глэмпинг. А же, да, не в кемпинг, а в глэмпинг. Это, по сути, палатки. Такие уже, как сказать, более цивильные. Можно вот идти по песчаным дюнам. Вот там вот эти серферы катают. Ловят циклон. Да, иди, конечно. Вот. И тут вот начинается именно глэмпинг. Вот, видите, такие большие палатки установлены, которые, в принципе, я не знаю, по-моему, как по цене какого-то отеля. Да, здесь, конечно, залипательное зрелище. Так вот покататься с парусом, научиться. Здесь и школа. Клево. Очень-очень много их тут. Ладно, сейчас мы двигаемся, значит, вот туда, в сторону пляжа. Будем идти по пляжу, потому что здесь уже, в принципе, смотреть нечего. Тут просто коса, тут самый трансфер, да, проезжает. Вот. А мы пойдем на пляж. Меня еще больше всего поражает эта штука. Видите, сколько мусора? Вот берут бабки. А вот это что? Ну, как бы, да, вот я вот про это и говорю, что почему мы должны платить деньги, да? Такая табличка висит. Берегите мусор, да? А тут свалки. Смотрите, свалки мусора. А вот это вот, посмотрите, я прям даже специально сейчас подойду. Вот, посмотрите, свалка огромная. Она выше меня ростом. Да, стоят пакеты, видимо, вот убираются, но недостаточно же. Вот я иду, я иду прямо вот по мусорке. Стоят палатки, вот ребята отдыхают. там начинается, вот он глэмпинг. Уже получается, так вот поближе, да, вам покажу. Гляньте. Ну вот они и собрали. Жахает сильный ветер. И все, и вот это все раздувается. Вот такая, ребята, история. Вот он, палаточный отдых с видом на гору мусора. жесть. И вот, вот, вот такой берег. Ну, я честно, вот, если хотите знать мое мнение, я не знаю, как можно отдыхать тут. Даже вот если вы отдыхаете в этих глэмпингах, ну, вы спускаетесь, и у вас как бы вот, вот такое на пляже. Вот прям в море. Да, понятно, штормит, но я думаю, что здесь такое состояние берега, оно постоянное. Все, туда дальше уходит эта коса. Не знаю, смысла туда идти нету. Давайте я сейчас взлечу просто на дроне, и вы все посмотрите с высоты просто. Так, думаю, будет гораздо интереснее. Это моя производительная с Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...